Это победа! Скандировали сегодня сторонники Николая Платошкина, лидера движения за новый социализм у здания Гагаринского суда Москвы. Победа — это пять лет условно и штраф в 700 тысяч рублей. Именно такой приговор сегодня вынес суд в отношении Платошкина, заведующего кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета и политолога. Напомню, дело против Платошкина завели летом 2020-го. Его обвинили сразу по двум уголовным статьям в склонении к массовым беспорядкам и распространению фейков. Следствие считает, что Платошкин распространял ложную информацию о COVID-19 и призывал своих сторонников к сопротивлению действующей власти. Накануне при этом прокуратура запросила для Платошкина реальный срок — 6 лет колонии. Сегодня к зданию суда Гагаринского пришли его сторонники. Давайте посмотрим, как они встретили Платошкина после приговора. Николай! 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 У вас лет, условно, конечно, но в данных обстоятельствах, видимо, это и правда победа. Николай Платошкин, лидер движения «За новый социализм», прямо сейчас в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. И вообще не только. Я хочу вам выразить огромную благодарность за те материалы, которые вы давали в мой адрес. Потому что, естественно, от федеральных каналов этого дождаться было нельзя. Там я не существовал. Огромное вам спасибо, вашей аудитории. Просто если бы не вы, не ваши подписчики, я бы сидел сейчас не здесь, а на программе «Лефортова лайф», наверное, да, или еще где-нибудь. Потому что я, видите, я хотел поехать туда именно так. У меня шнурков сейчас нет, ремня нет. Я уже подготовился. Вы были готовы к тому, чтобы... В суд я приезжал с вещами, да. Ну, судя по тому, как вас встречали, у вас очень верная аудитория, скажем. Потому что я напомню нашим зрителям, у Николая Платошкин очень популярный YouTube-канал. Больше 600 тысяч человек, да, у вас? Вы понимаете, а это оказался ужас. Вот сегодня судья засчитывал, что Платошкин он гаденыш, в том числе и потому, что ему верят люди. Что он, знаете, вот обладает даром убеждать, и это делает его преступление наиболее опасным. Давайте поговорим о том, что вам, собственно, вменяется, вменялось, скажем так. Ну, во-первых, это призывы склонения к массовым беспорядкам. Вы знаете, призывы, они мне сначала шили, но призывы, это до двух лет. И судя по материалам дела, они решили, что сначала мне надо пришить вооруженный захват власти, я не шучу. Но потом мне следователь сказал, ну ладно, решили из вас уж совсем злодея-то не делать. И делать вам статью склонения вербовка, это до 10 лет. А это означает два варианта, за что, собственно, меня, по-моему, закрыли. Чтобы я не мог участвовать в выборах в Государственном доме. То есть у нас, если человек осужден по тяжкой статье, даже условно, он не имеет права участвовать в выборах. Для этого они, по-моему, все это и устроили, мне так кажется. Потому что, ну, обвинение звучит просто, чтобы вы посмеялись, да. Платошкин призывал исключительно к законам Максима, пишет следствие, но подразумевал под этим массовые беспорядки. Нет, вот это не смешно, это, понимаете, реально написано. Склонения к массовым беспорядкам, они состоялись в итоге, эти акции? Вот, понимаете, в статье для особо одаренных, ну, Следственный комитет, может быть, там не лингвисты все, там написано, склонения к массовым беспорядкам, внимание, которые сопровождались, ну, там, насилием, то есть они должны были по смыслу статьи, прошедшей, состояться. Но они, естественно, почему-то вот не состоялись. То есть вы склоняли, но не так и не склонили. Понимаете, я должен был склонить, они должны пройти, и после этого меня должны были за это, как бы, там, привлечь. Они не прошли, но это их вообще не волновало. Скажите, а что касается распространения фейков? Я вам сейчас произнесу пару фейков. Вас обвиняют в том, что, и на самом деле не только следствие, в том, что вы верите в то, что ковида не существует. Нет. И что вы такой яркий ковид-диссидент. Как вы на это отвечаете? Вы знаете, смех в чем? Мне сказали мои сторонники, что вчера, по-моему, к суду хотели приехать корреспондент на одного федерального канала, доказать, что сторонники Платошкина дебилы, которые, значит, действительно не верят в вирусы вообще. Но я вам должен сказать, что если посмотреть мои все высказывания, я как раз, знаете, меня в чем обвиняет? Внимание. Меня обвиняет в том, что Платошкин критиковал правительство России за то, что оно поздно закрыло границы после объявления ВОЗ пандемии коронавируса 13 марта. Мы закрыли 30 марта. Платошкин критиковал за это правительство, этим самым давал фейк-информацию. Скажите, но вы верите в коронавирус? Так я им сам болел. Нет, потом, понимаете, я, может быть, выгляжу так, как бы, да, но я все-таки... Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Для человека, проведшего без прогулок год, наверное, то есть... Вы год сидели под домашним арестом, я напомню нашим зрителям, если кто-то не в курсе. То есть вы вообще не выходили? Вообще. Ну, за исключением, когда меня возили в суд. Ага, да-да-да, понятно. И возвращаясь к коронавирусу. Понимаете, ну, мне что, в грипп теперь не верить, что ли? Или, так сказать, в ангину и прочее. Вирусы, к сожалению, на планете Земля гораздо старше, чем мы с вами вообще все вместе взятые. Поэтому я сам болел ковидом, причем у меня было поражение легких до 75%, и меня, когда доставили в больницу, я шнурки не мог развязать. Ну, например, потому что я сидел все время без воздуха, там, какое-то время. Нет, конечно, просто, опять, за что я критиковал правительство? Ну, например, за то, что я не понимал, как мера Собянина по получению электронного пропуска на легковую машину, помните, такое было? Конечно, помню. Как она может повлиять на распространение заразы? Мне просто это непонятно. Потому что если я по интернету заказал себе пропуск, а что, интернет видит, что я здоровый, что ли? Ну, или, например, больной? В то же время я считал, что границу мы закрыли. Там ограничивалось число людей, которые могли выйти на улицу. Я согласен, но это как бы к болезни-то не имеет отношения. Понимаете, на пропуске же не написано, что вы, например, больны или здоровы. Нет, конечно. Хорошо, но мы сейчас не будем спорить с вами по поводу коронавируса и мер, которые были приняты властями. Точно не тема нашей беседы. Хочу вас спросить по поводу этого срока условного, 5 лет. Значит ли это, что вы не сможете заниматься политической деятельностью? Значит ли это, что вы ограничены в возможности? Нет, я, как я уже сказал, я не имею права баллотироваться в государство, ну, вообще куда-либо, потому что у меня тяжелая статья. То есть если бы меня осудили за кражу в табачном киоске, я бы мог баллотироваться. А сейчас нет, понимаете. А что касается моих убеждений, никуда не делись. И я думаю, нас с вами должно роднить, что? Ну, не нас с вами лично, а наши с вами убеждения. Давайте я просто обращаюсь к аудитории Дождя. Забудем про Сталина, про ГУЛАГ, про царскую Россию. У нас с вами задача сделать нынешнюю Россию демократической. Здесь я не вижу между нами, знаете, как немцы говорят, ножа нельзя просунуть между убеждениями. Я за то, чтобы Дождь был, абсолютно имел такие же права, как любой федеральный канал. За то, чтобы, скажем, демократические партии, не согласные со мной, или, может быть, я с ними, имели точно такие же права по участию в политическом процессе. Я полностью за отмену вот этого репрессивного законодательства. Понимаете, мне как ученому историку смотреть сейчас, когда у нас просветительскую деятельность ограничивают. Я не знаю, как это прокомментировать. Вы сейчас говорите, как человек, который планирует избраться куда-то. Нет, я не могу избраться. Это похоже на программу. Да, вы меня немножко... Я окажу помощь всем кандидатам оппозиции, но в том, что от меня зависит и в интернетах, потому что выступать я могу. Любым, причем правым, левым и так далее, которые не прикормлены властью, которые не спойлер, и с которыми нас родит одно. Россия должна стать демократической страной. Мы должны получить с вами абсолютно свободное, либеральное, выборное законодательство. Потом сам народ решит, кому он отдаст свои глаза. Вы планируете обжаловать сегодняшнюю приговор? Бесспорно. Некоторые ваши сторонники опасаются, что это наоборот ужесточит решение, и, в общем, будет только хуже. Сегодня, знаете, мама ко мне приехала, она говорит одно, ты там в тюрьме. Нет, потому что мы не думали, что я вернусь, веди себя хорошо, но я одного, я не переживу вида моего сына в наручниках. Я этого просто не переживу. Я не понимаю, как невиновного человека можно заковать в наручники. Ее вот сама это, понимаете, вот сама эта картинка ее дико пугала. Поэтому здесь вопрос принципа. Понимаете, я бы, наверное, сказал, да, да, виноват, простите, извините, но, наверное, может быть, отпустили. А знаете, что в обвинительном заключении, например, и что сегодня судья зачитывал? Критиковал партию «Единой России». Нет, я не шучу. И с этим я никогда не соглашусь, я это буду обжаловать до европейского суда, там, куда угодно. Я честный человек, я ни в чем не виноват, и никогда своей вины не признаю, потому что я просто ее не чувствую. А ваш YouTube-канал продолжит работу? Наверное. Я, честно говоря, целый год не мог пользоваться интернетом, мне это было запрещено. Но, кстати, за день до суда у меня отключился таинственным образом единственная связь, обычный домашний телефон, причем в общем подъезде он работал. Он у меня тут не работал. Да, интересное совпадение. Что ж, я вас благодарю, спасибо, что пришли к нам. А вам спасибо еще раз за поддержку, огромное спасибо вашей аудитории. Благодарю вас, это Николай Платошкин, лидер движения «За новый социализм». У меня последний вопрос. Я совсем забыла, я когда готовилась к эфиру, я себе и главному редактору пообещала, что обязательно его задам. Когда в России наступит социализм? Социализм – это первая свобода и справедливость. Вот почему он новый? Потому что советский социализм умер, потому что у нас действительно был дефицит демократии в конце существования Советского Союза. Вот если мы соединим демократию и справедливость, мне кажется, это и будет социализм. Если это просто. Я думаю, что не только в конце существования Советского Союза, по правде, пожалуй, все время существования Советского Союза. Я думаю, что социализм в нашей стране наступит гораздо раньше, чем многие думают.